Вы смотрите телеканал «Вариант». Вечер во Владимире продолжает свою работу. И сегодня у нас на первом плане директор Владимирского филиала Общества защиты прав кредитных заемщиков Аркадий Синьян. Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте, Елена. Аркадий, мы часто слышим, стал банкротом, предприятие обанкротилось и так далее. Не так относительно недавно у нас в России принят закон о банкротстве физических лиц. Вот как давно этот закон работает и на сегодня? Какова статистика Центрального банка по банкротствам физлиц? Ну, не совсем правильно говорить, что закон был принят о банкротстве физических лиц. Закон о банкротстве и о несостоятельности и так был. Просто в него приняли ряд поправок, которые позволяли бы признавать банкротами, в том числе и граждан. То есть не только индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, но и граждан. Интересно посмотреть с 1 октября, то есть прошло, грубо говоря, 4 года, как этот закон стал применяться. Интересно посмотреть статистику и вообще рынок данной услуги. То есть как эта услуга вписалась в рынок юридических услуг. По статистике, то есть смотрите, из всех поданных заявлений о банкротстве признаются граждане банкротами только где-то в порядка 15-17% случаев. Да, по статистике Центробанка. Почему? Ряд граждан просто подходит к этому вопросу недобросовестно. То есть они думают, что могут это сделать сами. Хотя это на самом деле достаточно трудоемкая задача, которая может выполняться только при наличии лиц, имеющих специальное разрешение, специальную лицензию. В частности арбитражного управляющего. То есть нельзя провести банкротство без согласия, без своего арбитражного управляющего, с которым есть договоренность. Это раз. И второе, пожалуй, самое важное. Суду важно показать добросовестность действий заемщика. Потому что многие граждане, перед тем, как они же не знали о том, что существует вообще подобная услуга банкротства, они начинают предпринимать действия, которые суд признает как недобросовестные. Например, избавляться от недвижимого имущества, оформлять его на аффилированных лиц, на родственников, на детей. В суде подается информация в Росреестр, запрашиваются сделки, совершенные за последние несколько лет гражданином, который подал иск о банкротстве. И суд рассматривает добросовестность данной сделки. То есть не получится подарить квартиру, допустим, дочери и подать исковое заявление о признании гражданина банкротом. Сделку признают ничтожной, вернут в собственность, и если это не единственное жилье, реализуют на торгах, и денежные средства пойдут на погашение задолженности. Именно поэтому, потому что граждане недолжным образом подготавливаются к данной услуге, точнее даже не знают, как подготавливаться, достаточно низкий процент удовлетворения подобных исковых заявлений. Еще интересный момент, связанный с добросовестностью. Запрашивается история сделок не только по недвижимости, но и по, допустим, ГИБДД, по автомобилям. Например, если заемщик, который решил признать себя банкротом, продал машину, а денежные средства потратил непонятно куда, и через несколько дней подает исковое заявление о банкротстве, эта сделка также будет признана недействительной, потому что она подозрительная. Заемщик должен добросовестно погашать задолженность перед банкротством, как бы ни странно это ни звучало. И, конечно, данные условия, они приводят к тому, что часть людей либо не удается им доказать добросовестность своих действий в суде, а части это просто-напросто невыгодно, и поэтому они не подают исковое заявление о признании гражданина банкротом. Когда имеет смысл подавать, вообще, что значит признать человека банкротом? То есть, как я понимаю, есть определенное количество долгов, человек говорит, все, платить не могу, нужно что-то сделать. Признать себя банкротом. Вот что значит признать себя банкротом? Ну, не все так просто. То есть, суд не сразу после подачи заявления признает гражданина банкротом. Он сначала, как я уже рассказывал перед этим, исследует последние его действия, крупные сделки какие-то, которые он совершал, не были ли в этих сделках нарушены интересы кредитора, а затем смотрит, можно ли провести разумную реструктуризацию. То есть, составляется реестр кредиторов, кому гражданин должен денежные средства, и суд смотрит на то, позволяют ли доходы гражданина исполнить данное обязательство в разумный срок, в течение полутора лет. Если не позволяют? Если не позволяют, то происходит реализация имущества. Если имущества никакого нет, или после его реализации, если оно было, то выдается документ, решение суда о том, что гражданин признан банкротом. Хорошая вещь, то есть, полезный закон, но есть в нем ряд ограничений, ряд нюансов. Во-первых, по размеру задолженности. То есть, задолженность должна быть более полумиллиона рублей. Все-таки многие не дотягивают до этого размера задолженности. Во-вторых, у многих случайно оказывается так, что есть в собственности какая-то недвижимость. Например, не только доля в квартире или квартира, но и какой-то дачный участок, земельный участок, деревня. Какое-то доставшееся в наследство движимое-недвижимое имущество. От него уже избавиться, просто так не получится. Приходится, скажем, не подавать исковые заявления о банкротстве. И эти ограничения, они приводят к тому, их вроде немного, но тем не менее, они часто приводят к тому, что люди просто-напросто физически не имеют возможности подать. То есть, дороговизна услуги, кстати, тоже к этому вопросится. Вот, кстати, вы сказали, есть много отказов. Совершенно верно. То есть, если 20% только тех, чуть меньше 20%, кто признан. То есть, остальным отказано или даже не приняты документы. Вот здесь есть разница. Ну, здесь либо суды возвращают исковые заявления, потому что оно, допустим, составлено как-то неверно. Либо просто не признают гражданину банкротом. То есть, нет добросовестности действий заемщика. А вот сам гражданин, когда подает на банкротство, когда он оплачивает эту услугу? То есть, он уже теряет деньги? То есть, большая часть оплачивается при заключении договора, допустим, с арбитражным управляющим, с юристом. И оставшиеся денежные средства, они, как правило, на рынке сформировалась такая тенденция, что они разбиваются. Но в сумме это получается в районе 120-130-140 тысяч рублей для гражданина. Достаточно весомая сумма, которая далеко не у всех заемщиков есть в наличии. Если бы у него была такая денежная сумма, он бы лучше ее потратил на погашение задолженности. Но часто люди просто не имеют возможности. Ну и как я понимаю, Аркадий, объясните мне, если даже пришел отказ в признании банкротством, те деньги, которые потратил заемщик, они не возвращаются. То есть, его долг, он продолжает нести свои обязанности по кредитам, обязательства. И в то же время у него еще вот этот, ну не долг, потраченные деньги. Совершенно верно. Потраченное время, потраченные деньги. И не будем забывать, что за это время копится задолженность, которую заемщик не исполняет. Поэтому, возможно, какие-то альтернативные шаги в данной ситуации, они всегда заемщику пошли бы на благо. Что здесь, какова альтернатива, что можно сделать? Первое. Надо четко осознать ситуацию. То есть, если гражданин не может исполнять обязательства, нужно четко для себя понять, исполняем мы их или не исполняем. Если не исполняем, вот буквально сегодня приходила женщина, и я ей объяснял, что влечет за собой последствия неисполнения обязательства. На самом деле, ничего серьезного в этом нет. По сути, что могут сделать банки и микрофинансовые организации, если кто-то им должен денежные средства? Позвонить, написать письмо, то есть, позвонить каким-то родственникам, друзьям. В этом ничего тоже страшного нет, потому что сегодня мне позвонила моя родственница и сказал, Аркадий, с тобой пытался там связаться какой-то банк. Выяснилось, что это было просто уникальное кредитное предложение, которое решили выдвинуть через родственников мне, потому что меня просто не смогли ввиду занятости дозвониться. То же самое банк делает и с заемщиками. То есть, вот эти звонки, с этим можно жить. Ничего принципиально от этих всех звонков и писем жизни не меняется. Это первое. Второе. Надо расторгнуть данные договора в судебном порядке. То есть, подготовить ряд документов, показывающих добросовестность действий заемщика. И данный вариант, он уже предусматривает то, что можно защитить свое имущество от арестов. Переоформить его на родственников, на друзей. Продать и денежные средства потратить по своему усмотрению. Или продать и купить другое имущество. Подождите, вот с имуществом объясните. Только что вы говорили, что если человек, когда начинается процедура банкротства, то суд запрашивает последние сделки. И какие-то сделки могут быть признаны недействительными. Да, совершенно верно. А здесь что, все обстоит по-другому? Совершенно верно. Здесь залогового имущества у нас нет. И суд не может запросить последнюю историю сделок гражданина. Потому что он не рассматривает это, не входит в заявленные требования. Заявленные требования банк только что включает. Сумму задолженности, которую взыскивают с человека. Все, не запрашивается его история сделок, история переоформления. Поэтому при той альтернативе, которую я сейчас описываю, альтернативе банкротства физического лица, можно спокойно это имущество переоформить и не терять его в процессе проведения данной процедуры. Дальше что? Затем, значит, расторгаем в судебном порядке договор с банком. Банк взыскивается на задолженность. А исполнение данного судебного решения, оно лежит уже, порядок его исполнения, он уже прописан не в договоре, а порядок исполнения решения суда рекламентируется федеральным законом об исполнительном производстве. Есть должностное лицо, судебный пристав исполнитель, который предпринимает ряд действий, направленных на исполнение решения. И чаще всего, ввиду глобальной перегруженности в службу судебных приставов, чаще всего с приставом спокойно можно, в хорошем смысле этого слова, договориться, то есть показать ему действительно материальное положение, свою заработную плату, какие-то иные источники доходов, отягчающие обстоятельства, то есть отягчающие в смысле материальное положение, то есть дети, какие-то расходы на детей, на родственников, прожиточный минимум никто не отменял. И после этого пристав не может оставить семью без прожиточного минимума или гражданина. Пристав в любом случае назначает такое взыскание, которое будет разумно для человека, которое он сможет исполнить и которое реально начнет исполнять. То есть в суде мы расторгаем договор, понижаем общий размер задолженности, а затем начинаем ее закрывать, но на протяжении большого промежутка времени и малыми платежами. То есть задолженность зафиксирована и малыми платежами мы ее закрываем. Это гораздо удобнее, чем исполнять обязательства по договору. Ну вот давайте на конкретном примере, допустим, обязательства по кредитному договору, пусть будет 30 тысяч рублей в месяц или по нескольким кредитным договорам. А допустим доход человека, который к вам пришел, составляет также 30 или 35. Вот как будет в цифрах примерно выглядеть ситуация. То есть понятно, что 30 тысяч он не сможет платить в месяц при таком доходе. Объясню, Елена. Смотрите, как правило, последние несколько месяцев жизни такого гражданина, обратившегося к нам, из чего эта жизнь состоит? Из того, что он получает денежные средства, как я это называю, разносит их по банкоматам, а у него ничего не остается. Несколько месяцев можно выйти из этой ситуации путем не платя ЖКХ, то есть занимая у кого-то родственников и друзей. Но в целом затем эти кредитные лимиты кончаются, и человек в итоге платеж у него не поменялся, он также должен платить 30 тысяч, зарплата у него не поменялась, также она осталась 30 тысяч рублей, а долги перед родственниками, перед друзьями, перед ЖКХ накопились. То есть, как правило, большинство клиентов приходит вот именно на такой стадии. Обращается человек, то есть мы изучаем договора, консультируем его и поясняем, что данное обязательство исполнять не нужно, потому что их исполнение ни к чему не уйдет, кроме как накопление задолженности. Невозможно зарабатывать 30 тысяч рублей и платить 30 тысяч рублей. Это даже не нужно быть математиком, юристом или экономистом, чтобы это понимать, достаточно просто здраво со стороны посмотреть на эту ситуацию. Гражданин, по нашей рекомендации, перестает исполнять обязательства, и пока банки, микрофинансовые организации не обратились в суд, мы готовим ряд документов для того, чтобы показать в суде добросовестность действий. Затем организация, допустим, микрофинансовая, обращается в суд. Вот недавно у нас дело рассмотрелось с Октябрьским районным судом. Судом задолженность понизили с 94 тысяч рублей до 32. То есть есть разница? В три раза, конечно. 92, причем это далеко не рекорд. И у вас в новостях выходил репортаж о том, как с 320 тысяч понизили до 20 задолженность. И это только по одному договору. А представляете, если у гражданина их 3, 5, 7 договоров таких. То есть какой объем колоссальных денежных средств он потеряет. Эта задолженность, например, в данном случае 32 тысячи рублей, она зафиксирована, она больше не растет. Женщина ее исполнит, закроет по тысяче, по две, по три на протяжении года, полутора. Проблема решена. И денежные средства она сэкономила, и нервы, и, собственно, доход свой она может тратить на семью, на себя, на детей. Но это могут быть какие кредитные договора? То есть это кредитные карты, кредиты... Микрозаймы, кредитные карты, потребительские кредиты. Это товарно-потребительские кредиты, залоговые кредиты, то есть даже вплоть до автокредитов. Почему? Потому что любой договор займа, кредитный договор, это абсолютно одинаковый, практически идентичный документ о том, что кто-то у кого-то занимает денежные средства на какой-то срок, под какой-то процент, из-за неисполнения договора какие-то санкции. В целом все, то есть нюансов тут никаких быть не может. Ну вот хотелось бы вернуться к этому примеру, 30 и 30 тысяч. Вот зафиксировали, да, человек не исполняет обязательства. Дальше. А вот на что ему рассчитывать в итоге? Дальше надо это решение суда исполнить. Каким образом? Когда пристав у вас будет исполнительное производство, мы спокойно подъедем к приставу, покажем ему доходы, расходы, сумма задолженности небольшая. А даже если она большая, все равно с приставом разумно можно, повторюсь, в хорошем смысле слова договориться, о размере погашения задолженности. И клиент начнет ее исполнять. То есть вот эту зафиксированную сумму, 30-2 тысячи рублей, по 2 тысячи за 16 месяцев она вполне закроет. А попробуйте закрыть микрозайм на 90 тысяч. Да, это кабала, ее можно платить 5 лет и не исполнить. А сколько по закону должно оставаться у заемщика денег на то, чтобы он мог нормально жить? Ведь есть какие-то... Да, есть законодатель новеллы в данном плане. По закону сейчас оставаться у заемщика должно не менее прожиточного минимума. То есть лишать семью прожиточного минимума при исполнении решения суда судебный пристав исполнитель не может. Поэтому если у кого-то из телезрителей эти права нарушаются, они могут позвонить, мы проконсультируем прямо практически по телефону, чаще всего это можно сделать, как обратиться к судебному приставу, как понизить данную задолженность, данный размер заскания. То есть, как я понимаю, даже если на данный момент у кого-то из наших телезрителей есть какие-то выплаты, ну, постоянные, по суду, но он понимает, что у него не остается вот того необходимого минимума, и эти выплаты можно пересмотреть, верно? Ну, не то, что пересмотреть, их можно, да, понизить, попросить либо рассрочку исполнения решения, либо отсрочку, либо просто снизить все за скани. Ну, и здесь мы не один раз поднимали этот вопрос в программе, тем не менее. А очень часто банки предлагают перекредитоваться, то есть собрать два кредита в один, соответственно, платеж уменьшить и так далее. Вот здесь есть ли смысл верить кредитным организациям или все-таки... Пожалуй, все-таки нет. Смотрите, на моей практике, то есть чаще всего это происходит следующим образом, гражданину просто навязывается кредитный договор новый, который он точно так же не сможет исполнить. То есть ежемесячный платеж уменьшается незначительно, а срок кредита продлевается очень значительно, допустим, с трех лет до семи, с трех до пяти. Человек опять начнет... Да, ежемесячный платеж понизился на 2-3 тысячи, но он опять начнет закрывать эти проценты, которые мы закрываем всегда в начале кредитного договора. Это каждая реструктуризация, это возврат к первому году кредита, когда мы только-только закрыли одни проценты, мы начали погашлять основной долг, опять мы возвращаемся к первому году для того, чтобы закрывать опять эти проценты, задолженность по процентам. Поэтому подобную реструктуризацию заключать я никогда не рекомендую. Я практически не видел случаев, когда бы они привели реально к облегчению кредитного времени заемщика. Чаще всего это улучшает банковскую позицию в суде. Вот и все. Кроме того, такие реструктуризации часто заключаются мошенническим путем, даже крупными банками. Подписывается соглашение без печати, без подписи. Человек вносит денежные средства, думает, что вносит их на одних условиях, а потом ему прилетает исковое заявление, где выяснилось, что данное соглашение не имеет силы, потому что сотрудники банка просто сделали имитацию подписания данного договора. А денежные средства, которые он до этого вносил, огромные чаще всего, они идут в счет погашения процентов штрафов неустойок, а основной долг не уменьшается. Но вот все время, когда вы говорите о том, как помочь заемщику, вы говорите о том, что все это происходит в судебном порядке, то есть непосредственно вы от лица заемщика подаете в суд. Бывают ли случаи, когда, допустим, банки, кредиторы подают в суд? Или все-таки им интереснее какие-то другие варианты? Немножечко вы как раз неправильно сказали. Как раз-таки тут банки и микрофинансовые организации обращаются в суд для взыскания задолженности, а мы уже в суде понижаем эту задолженность. И данные дела, они обходятся и гораздо дешевле для заемщика. То есть банально даже юридические услуги обходятся просто в несколько раз. То есть если стоимость банкротства физического лица на рынке где-то 120-130 тысяч рублей, то подобные процедуры за несколько договоров, но человек отдаст максимум 20-25 тысяч в рассрочку, то есть беспроцентную, ему это намного доступнее, ему это сразу позволит сэкономить такие колоссальные денежные средства, что у него будут деньги на оплату наших услуг. И данная процедура, она позволит ему сэкономить просто колоссальные деньги по каждому абсолютно договору. Есть ли варианты, когда имеет смысл банкротиться, осуществлять банкротство физического лица? Ну в основном, если этот гражданин занимается теневым бизнесом, то есть у него есть доходы, которые нигде не декларируются, как правило таких людей имущество все расписано на родственников, на родственников жен, тогда да, то есть он спокойно приедет, так как он занимается бизнесом, у него есть возможность платить 150 тысяч рублей, он оплатит и проведет данную процедуру, выйдет отсюда без долгов. Простым гражданам-заемщикам все-таки это не очень выгодно подобные денежные средства тратить на бумажку о том, что ваши обязательства не исполнены и не могут быть исполнены. Гораздо чаще подобные документы можно получить и меньшими усилиями, меньшими затратами, чем собственно мы и занимаемся. То есть в несколько раз меньше. То есть даже если долг больше 500 тысяч, то есть 600-700 миллион, все равно о банкротстве физического лица нет смысла думать? Ну не то, что нет смысла, оно чаще всего просто не подходит гражданину. Надо просто посмотреть, подходит ему данная услуга или нет. Если подходит, если он принадлежит категории тех, кому я писал чуть ранее, то да, можно сделать. Но чаще всего это не так. И ему гораздо разумнее прийти к нам, защитить свое имущество от ареста, от взыскания, расторгнуть данные договора в судебном порядке и спокойно, затратив гораздо меньше сил и времени, спокойно с этим жить. Ну и как я понимаю, если отдавать все эти долги непосредством банкротства, а вот как вы рассказываете, судебным расторжением договора, есть шансы оставить недвижимое имущество, потому что при банкротстве его явно не останется. Да, да, совершенно верно. И вообще это первое, что обсуждаем с клиентом, то есть какое имущественное положение клиента с той целью, чтобы защитить это имущество от ареста. Всегда привожу в пример, вот у меня есть несколько, употреблю это слово, модное кейсов, так сказать, интересных. Когда одна женщина обратилась еще в 2015 году, у нее квартира трехкомнатная на Нижней Дуброве была выставлена на продажу. Она ее искренне рассчитывала продать, закрыть задолженности и купить себе однокомнатную в Пеганово. К счастью, со мной она встретилась перед тем, как еще риелтор выполнил свою работу. Трехкомнатная квартира сохранилась, она до сих пор там живет и вспоминает это время, как какой-то страшный сон, то есть как вообще такие мысли могут прийти в голову. Также женщина, допустим, обратилась, что делать, банкротство или расторгнуты договора в суде. У нее, например, есть комната в общежитии и квартира. То есть однозначно суд ей в процессе банкротства оставит комнату в общежитии, а квартиру реализует и закроет ими обязательства в рамках возможностей. Поэтому мы выбрали второй вариант. Спокойненько она какую-то одну из недвижимости переоформила на дочь, у нее получилось единственное жилье в собственности. Все, с ней ничего теперь нельзя сделать уже с точки зрения банка. Ну и даже если это жилье планируется продать с целью погашения дальнейших долгов, здесь будет время, чтобы продать за адекватную цену, чем если будет продавать банк, так? Ну, мои клиенты этого не делают. То есть недвижимость оставляете? Ну, продавать недвижимость ради погашения долгов перед банками, то есть я такое никогда не советовал, не советую, и мои клиенты этого не делали, потому что это просто-напросто невыгодно. Это глупо. Недвижимость выпадает человеку, у большинства людей бывает покупка недвижимости или приобретение один, два, три раза в жизни. И потратить целый жизненный этап на то, чтобы приобрести эту недвижимость. А потом, да, по ошибке, да, по какой-то, может быть, финансовой глупости, но оказаться в финансовой яме и потратить эту недвижимость на ее закрытие, нет. Наши клиенты так не делают. То есть не нужно спешить продавать недвижимость, даже не единственную, если есть долги по кредитам, если есть много обязательств? Это вообще не нужно, не нужно отчаиваться, с этим можно жить, нужно просто предпринять ряд несложных, регламентируемых специалистами, в данном случае нами, шагов, для того, чтобы просто защитить свое имущество. Это реально несложно, сделать недорого. Поэтому не нужно делать такие глупо промечивые шаги, которых будем потом жалеть всю жизнь. Проще позвонить, проконсультироваться бесплатно. Консультация бесплатна. Если все-таки дело вы принимаете к рассмотрению, как дорого стоят услуги и каким образом, если вообще нет денег, как их можно оплачивать? Ну, стоимость услуг, то есть она понятна, когда человек уже подъедет и опишет проблему, когда мы поймем, что мы имеем сейчас, и поймем, что мы хотим достичь, уже будет понятен алгоритм действий, и тогда понятно, сколько стоит. Но это на порядок дешевле, чем банкротство. То есть, ну, такой ценовой разброс от 5 до 30-35 тысяч рублей. То есть, это гораздо более разумно, чем банкротство. А по поводу того, что нет денег, у человека почему нет денег? Потому что он все свои денежные средства отдает по погашению обязательств. Как только он перестает это делать, он понимает, что деньги можно тратить на семью, на себя, на свою защиту. То есть, обратившись в Владимирский филиал общества защиты прав кредитных заемщиков, можно обеспечить, во-первых, более-менее адекватный образ жизни для своей семьи? Ну, хотя бы в пределах прожиточного минимума, так? Абсолютно точно. То есть, это по законодательству. И найти деньги для того, чтобы оплатить юриста, и в конце концов забыть о долгах. Их не приходится искать, они просто появляются, потому что человек начинает экономить на своих ежемесячных платежах. Ну и сама консультация бесплатная? Да, он абсолютно бесплатный, человек подъезжает, мы просто беседуем о том, что здесь можно сделать. Спасибо большое. Напоминаю, наш гость сегодня – директор Владимирского филиала общества защиты прав кредитных заемщиков Аркадий Сидьянц. Аркадий, спасибо вам. Спасибо, Елена.